добрый день друзья это канал диктатура закона с нового года откровенно говоря наша страна переживает некоторые переосмысления меняются кадры меняется сама политика но мы ее никак комментировать не будем потому как мы не являемся какими-то там политологами эта тема вот для тех кто в этой кухне варится и системно наблюдается этими изменениями мы можем комментировать только принятие каких-то законов проблем которые касаются наш простой народ животрепещущие какие-то темы и те вещи которые необходимо разъяснить то что нам более менее знакомо где мы разбираемся и то что интересует лично нас и может заинтересовать наше сознательное гражданское общество застану необходим закон о банкротстве физических лиц об этом заявили депутаты поэтому в этом выпуске мы разбираем законопроект о банкротстве физических лиц разберем его содержание и узнаем как он повлияет на нашу с вами жизнь и что необходимо сделать чтобы избавиться от всех имеющихся кредитов итак поехали перед началом друзья хотел бы оговорить важную деталь что мы сейчас не разбираем закон потому что его нет в природе и мы сейчас будем разбирать лишь законопроект который в 2018 году был представлен мажорист парламента данный закон не несет в себе название как закона о банкротстве физических лиц его законотворцы поменяли он звучит так закон о восстановлении платежеспособности граждан республики казахстан объясняют это тем чтобы завтра не вызвать негативное отношение по поводу слова банкрот ну чтобы люди не называли друг друга вот и банкрот или ты банкрот и чтобы такого как бы не было они поменяли это название изначально в законопроект заложили одну такую стратегическую мысль что он не несет в себе возможность безоговорочного избавления и легального избавления от всех имеющихся кредитов и задолженностей в первую очередь он восстанавливает человека и реабилитирует перед своими кредиторами а только после принятия всех возможных способов его восстановить только после этого принимается решение об избавлении от задолженности и так что необходимо сделать простому человеку который хочет в рамках данного закона в закона будущем появится от своих задолженностей и так в первую очередь он должен обратиться в банк он обращается в банк за реструктуризации то есть он говорит банку о том что он не может платить и он хочет поменять условия этого договора банк рассматривать такое заявление и принимает решение либо банка отказывает либо он как обычно в классическом стиле не отвечает вот только при соблюдении вот такого порядка человек может обратиться в уполномоченный орган затем чтобы открыть процесс восстановления платежеспособности кстати уполномоченным органом может быть налоговые органы это никакой не национальный банк и никакой не афр не агентство по регулированию развития финансового рынка это может быть классический департамент по государственным доходам либо управление по государственным доходам почему так потому что ну в рамках действующего закона о реабилитации банкротства юридических лиц уполномоченным органом определен налоговые органы в данном случае будет то же самое в уполномоченном органе вашим делом будет заниматься два лица один из них это финансовый администратор который будет изучать ваше финансовое положение наличие имущества а также будет разрабатывать план восстановления вашей оплодежеспособности и второе это если вы не достигнете успехов будет управляющий по реализации имущества и в первом и втором случае эти лица оказывают свои услуги на платной основе которую они возлагают на самого должника и она оплачивается вне очереди перед тем как обратиться к данным лицам к данному полномоченному органу вы должны знать что у вас не должно быть и п вас не должно быть судимости у вас не должно быть повторного банкротства в течение 10 последних лет и не должно быть наличие возбуждено уголовного дела и главное на мой взгляд о чем хотелось бы поговорить отдельно то есть вы не должны уклоняться от своих обязательств путем подачи заявления искового о признании договора банковского займа недействительным понимаете о чем речь то есть никого уже не интересует действительно ли этот договор или недействительный этот договор всех интересует что если вы подали исковое заявление и попытались признать договор банковского займа недействительным то это уже расценивается как уклонение умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредитором и по этому основанию вам вообще могут отказать в восстановлении платежеспособности равно оба освобождения от всех долговых обязательств вот такие вот подобные вещи и вот такие вот индикаторы они на самом деле напрягают почему потому что здесь мы видим откровенное лоббирование банковских институтов и финансовых организаций поэтому при принятии данного закона при разработке законопроекта необходимо учитывать сторону заемщиков вот сейчас действительно непонятно кто представляет сторону заемщиков сторону всех граждан мы по понятным нам причинам можем предположить что там все банки представители банков представители микрокредитных организаций финансовых организаций онлайн займеров и всего прочего потому что у них есть на это средства и возможности они наверное по любому обеспечивают свое участие в разработке этого законопроекта но интересы простых граждан почему-то в данном случае могут быть не учтены поэтому мы сейчас говорим о тех вещах которые на мой взгляд заслуживают вашего внимания идем далее после того как ваше заявление попадает выполномоченный орган вам запрещается совершать любые сделки кроме тех которые связаны с обеспечением вашей жизнедеятельности при этом есть оговорка такая завуалирована я сейчас вам его расшифрую не буду говорить там как по тексту идет вам придется жить на прожиточный минимум то есть во время восстановления платежеспособности вы живете лишь на прожиточный минимум которые соответствуют определенной величине согласно каждого года который там формируется из-за месячного расчетного показателя то есть мы опять сталкиваемся с классической ситуации когда закон как трафарет он выносится утверждается приходит в нашу с вами жизнь а главные индикаторы коим льва является уполномоченный орган и вот эти вот нормативы по прожиточному минимуму они регулируют вообще сам весь этот закон когда можно когда нельзя сколько можно сколько нельзя где какой объем и так далее то есть закон как бы будет существовать а его главные показатели индикаторы будут регулироваться местными приказами местными правилами которые будут издавать эти же органы то есть уполномоченный орган налоговики прожиточный минимум будет зависеть от месячного расчетного показателя либо еще какие-то нормативы связанные с жилищным законодательством позже об этом тоже поговорим и так дальше любые требования которые существуют помимо банка могут предъявляться только в рамках процедуры этой процедуры приостанавливается исполнение всех судебных решений прекращается начисление неустойки пени и штрафов опять здесь хотел бы остановиться на вот этих вот вещах законопроект содержит в себе запрет на начисление пени еще раз штрафов и неустойки нигде ни в одном пункте не говорится о том что приостанавливаются начисление вознаграждений поэтому я предполагаю что это тоже может обратиться в какое-то тупиковое решение то есть вы там исходя из своих возможностей гасите восстанавливая свои свою платежеспособность гасите какой-то кредит но при этом вы не сможете полностью погасить эту задолженность потому что вы будете гасить только проценты и вознаграждение то есть я конечно могу ошибаться но по законопроекту я не нашел четкой формулировки где приостанавливаются начисление всех процентов идет прекращение начисления неустойки пени и штрафа дальше блокируются счета и судом может быть ограничен выезд за пределы выезда из республики казахстану по понятным нам причинам чтобы никто не убер никуда не убежал дальше финансовый администратор проводит инвентаризацию вашего имущества то есть полностью делает опись все что есть в вашем доме и назначает оценщика в общем это все оценивается и все это вносится в план восстановления платежеспособности план может максимум быть организован на срок 5 лет то есть пять лет это тот срок который дается вам чтобы вы восстановили свою платежеспособность то есть нету такого что вы написали заявление о банкротстве и тут же раз он бахнули короче и вы банкрот да и все списали нет такого нет вам будут давать возможности его погасить будут искать возможности для восстановления платежеспособности очень много всяких возможностей по вашему имуществу будут приниматься вплоть до того что будут пересматривать возможность вашего проживания в арендном жилье более дорогостоящую квартиру будут продавать и вас заселять в менее дорогостоящую квартиру все что касается автомашин то же самое вот менее там крутой машины в бюджетную машину будут пересаживать в общем все эти процедуры не предусматривают план восстановления платежеспособности в общем это вопрос ни одного дня я думаю что наши граждане прям ну если каждый день будут пить кровь если каждый день будут заглядывать во все эти мелочи в кухонную утварь и как бы вещи домашнего обихода то мне кажется это будет бесить всех то никакой возможности нормальные для адекватного списания этой задолженности у людей но не будет появляться но я так думаю конечно если нужда заставит у конечно человек то все и выдержит но я думаю что должен быть какой-то предел должно быть какое-то уважение да если ты являешься должником то это не значит что тебе об тебя должны вытирать ноги дальше если у вас не будет возможности восстановиться то есть нету имущества нету ничего нету того что можно было реализовать либо обменять либо еще что-то сделать тот в этом случае финансовый администратор он обращается в суд о реализации имущества она может быть движимым но может быть недвижимым к движимому относятся ваши доли акции там ценные бумаги и так далее к недвижимым имуществом будет относиться то где вы живете и хотел бы еще раз оговориться на таком пункте что кредитор то есть банк может обратиться напрямую в суд о реализации вашего имущества без там до возможности произвести восстановление платежеспособности без этой процедуры и здесь для него будут играть два индикатора то есть заем должен быть свыше 300 мрп а это сейчас чуть более 900 тысяч тенге и просрочка должна образоваться три месяца то есть свыше 90 дней банк сможет напрямую обратиться с заявлением суд о реализации имущества должника вот такие вот вещи опять же мне указывают что тут лоббируются интересы финансовых организаций что в данном случае не учитываются возможности и права простых граждан заемщиков и должников а вот именно так вот на храпом взяли все и забрали и даже если вы получаете пенсию то 50 процентов пенсии будут также удерживаться в счет этого кредитора вам будет в чистом виде оставаться только прожиточный минимум вот такая вот участь ждет человека который будет восстанавливать свою платежеспособность процедура реабилитации никакие другие формулировки под этот механизм не подпадают теперь хотел бы остановиться на благоприятных так называемых вещах которые ожидают наши сограждане от этого закона законопроекте говорится о возможности сохранения за должником единственного жилья за исключением если она не является предметом обеспечения данного займа это иными словами она не должно быть залогом и это не должна быть ипотека в данном случае если кредит не платится то данное имущество будет уходить с молотка по классическому способу через обращение взыскания на залоговое имущество есть маленькая оговоркой и следующая следующей статьей что залог можно будет сохранить как подвид единственного жилья если эти обязательства были выполнены на более чем 50 процентов вот только в этом случае это имущество может быть сохранено за должником при условии что на каждого члена семьи будет определяться 18 квадратных метров то есть если у вас большая квартира то естественно она будет уменьшена до тех нормативов которые определены этим законопроектом норматив кстати определен законодательством о жилищной политике то есть опять же закон мы придумываем трафарет существует но нормативы которые определяются жилищным законодательством уполномоченный орган который также определяется правительством в лице там налогового органа может существовать а также те индикаторы по прожиточному минимуму и иным каким-то показателям они все регулируются внутренними постановлениями приказами который может издать любой министр любой там руководитель того или иного органа то есть это опять же говорит о том что закон как бы будет существовать он есть но важно его индикаторы будут регулироваться как вот тихо громко там как вот поставили мы там чайник вот он начинает шуметь закипает он раз так раз меньше газу подает там и он как бы стоит на месте о что-то тихо стало можно там раз немножко побольше открыть и соответственно вот так вот регулирует наши с вами наверное настроение теперь я хотел бы остановиться на наиболее неблагоприятных последствиях для лица который обратился за открытием процесса восстановления платежеспособности вы должны учитывать что до обращения с таким заявлением течение года все учненные с вашей стороны сделки могут быть признаны недействительными признаются недействительными по правилам гражданского судопроизводства а также добавляются еще несколько оснований такие как если они заметят что цена занижена в сделке то такая сделка будет признана недействительной если вы какое-то имущество отдали безвозмездно то же самое сделка будет признание действительно если вы намеренно продали либо вывели в пользу только одного кредитора а других кредиторов как бы оставили ни с чем тоже такая сделка будет признан недействительным ну и понятное для меня основание это договор дарения да естественно если вы в течение года там раздарили все свое имущество пришли в налоговую и говорить что у вас ничего нет естественно такие договор дарения будут признаны недействительными в конце после прохождения процедуры реализации имущества вне зависимости от его результатов ваш управляющий подает заявление в суд об освобождении должника долговых обязательств при этом на представляет суд еще и отчет суд получив заключительный отчет о результатах в проведении процедуры реализации имущества и заключения выносит решение об освобождении должника долговых обязательств в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных документов вот в принципе это основные вещи которые я выписал для вас и показываю что из себя вообще будет представлять этот закон в будущем это все к этому часу законопроект который мы с вами обсуждали я его обязательно прикреплю в описании под это видео вы можете его скачать ознакомиться свои предложения можете озвучить в комментариях под этим видео надеюсь на благоразумие наших законотворцев и они все-таки будут немножко принимать сторону простых граждан они этих крутых финансовых институтов спасибо что смотрели это видео диктатура закона жасулан до скорого